Сегодня прекрасное событие 200 миллионов за 33 года Причем последние 100 миллионов мы сделали за 11 лет И за совсем несколько лет мы достигли отметки 9,5 миллионов тонн стали И уже 10 не за горами Ну и к такому прекрасному событию я бы хотел приурочить Так как у нас лидер изменений стали плавильщики И лидеры остальной команды здесь присутствуют Я бы хотел представить нового лидера хоккейной команды Николай Дмитриевич Соловьев Прошу любить и жаловать Человек, который играл в нашей команде Череповецкой металлургии Который в 90-х годах возглавлял нашу команду в должности старшего трения И конечно сплав Николая Дмитриевича и Игоря Зиноновича Который будет старшим тренером нашей команды Я уверен, что в этом году мы будем Не только выйдем из одной восьмой Но и возможно пойдем в финал Да, Николай Дмитриевич? Николай Дмитриевич, вам слово Ну, откровенно говоря, я впервые присутствую на таком мероприятии И хотелось бы вас поздравить с этим праздником В обязательном порядке мы, когда соберется вся команда Объясним, куда мы попали И что мы увидели И что ребята поняли Что защищают, во имя чего их собирают И какие задачи решают С праздником, дорогие вас! Ну, здоровья и счастья всего! И приходите на хоккей, поддержите Постараемся, нас порадуют В настоящем сезоне Ну, откровенно говоря Когда пригласили тренером-консультантом Для меня это было лестно Вернуться в Череповец Где, в общем-то, когда-то играл Когда-то работал тренером После окончания Чемпионата, можно сказать Играли на Кубок Надежды И вот тогда Был серьезный разговор С Николаем Алексеевичем Петуниным Вот, с Сергеем Сергеевичем Генеральным директором Ну, пришлось подумать, взвесить Потому что ответственность очень большая Вот, тем более Серьезные задачи ставятся перед командой На следующий год Они и в этом году ставились Но на следующий год будет, мне кажется Еще посложнее Потому что расширяется Приходят интересные команды Тот же Йокерет Я думаю, что будет Ну, в общем-то, крепким орешком Поэтому много взвешивал Много оценивал и так далее Ну и решил Подписали контракт на один год Вот, очень рад То, что Игорь Зинонович будет помогать Потому что все-таки человек Который из Череповца И проиграл И работал тренером во второй команде И главным тренером был и так далее Очень сожалею о том, что Он не выполнил задачу в прошлом году Вот, но тем не менее Я в разговоре с ним сказал Я постараюсь все сделать Что от меня зависит Чтобы решить задачу в этом году И чтобы ты что-то получил от меня Как тренер И если это пригодится Мой опыт, то тогда Чтобы ты в дальнейшем был Как бы у руля этой команды Ну, перестановка эта произошла Потому что Задача была в прошлом году Не выполнена Об этом все уже знают И средства массовой информации В первую очередь Вполне закономерно Значит, пошла перестановка Почему Соловьев? Потому что мы считаем Та концепция клуба Которая направлена на Местных воспитанников Делать ставку на молодежь У нас действительно Самая молодая команда Сегодня в континентальной Хоккейной лиге В связи с этим Мы считаем, что тандем Соловьев-Петров Они как раз Наиболее пригодны Для выполнения этой концепции Ну, не выполнили мы задачу Это должна такая Рокировочка произойти Значит, в целом Политический момент И отношение И понимание наших руководителей К хоккею И какой выбор цели Ничего не поменялось Значит, мы работаем В этой же стезе Надо, значит, достигать Той задачи, которая поставлена Перед нами Поэтому с удвоенным усилием Будем ее решать Решать Работа предстоит Очень большая Кропотливая Значит, чтобы эту задачу Выполнить Вот эти ребята Которые получили у нас Игровое время В этом сезоне Они должны сделать Глобальный шаг вперед Если они это сделают Значит, нам будут По ключу любые задачи Очень много будет зависеть От ребят Которые у нас вот остались Которые у нас прошли Вот эти жернова Прошлого сезона Вот, еще раз ждем Ждем от них качественного Скачка вперед